Добрый вечер всем любителям шокирующей реальности. Сегодня речь пойдет о индейском племени Квакиутлов, которая знаменита тем, что проводила ритуал людоедов. Среди Квакиутлов, индейского народа группы Вакаши, проживавших в Тихоокеанском регионе северо-запада, было тайное сообщество Хаматса, которое проводило ритуал, часто называемый ритуалом людоедов. Из-за неправильной трактовки ритуала периодически возникают споры относительно того, практиковали ли Квакиутлы ритуальный каннибализм или их людоедство было чисто символическим. В Хаматса принимали зрелых мужчин примерно 25-летнего возраста. По сути, их похищали уже действующие члены общества Хаматса, после чего принудительно удерживали в лесу в специально подготовленном тайном месте, где их посвящали в тайны общества. Все начиналось с поста, чтобы очистить свой ум, после этого они купались в ледяной воде, чтобы очистить свой дух. Это, как верили члены общества, было необходимо, чтобы потерять человеческий запах. Только человек, правильно прошедший подготовку, мог попасть в мир духов. Незадолго до окончания своей ссылки, чтобы завершить ритуал посвящения, ученику привозили мертвое тело. Трупом был один из членов племени Квакиутлов. У племени была традиция хоронить своих покойников на деревьях. Во время этого ритуала тело помещалось в коробку наподобие гроба, а затем эту коробку поднимали высоко на дерево. Там тела подвергались воздействию свободно циркулирующего воздуха, вследствие чего происходил естественный процесс мумифицирования. Через некоторое время труп снимали с дерева и вымачивали в соленой воде. Шаман брал листья и ветки и загонял их под кожу мумии. Так он постепенно удалял всю загнившую плоть. В итоге оставалось только кожа и кости. После этого тело помещалось в небольшую хижину в тайном месте проживания посвящаемого в тайное общество. Ученика связывали и сажали рядом с мумией. Обязательным условием для этого этапа были свисающие вниз руки, так что у посвящаемого руки были привязаны к ногам. Брюхо мумии разрезалось и туда вставляли палки. Палки зажигались и начинался финальный процесс обкуривания тела. И во время этого ритуала ученик и старшие члены братства Хаматса ели оставшиеся его части. Посвящаемый носил маску, которая была важной частью культуры квакиутлов. В культуре этого индийского племени существует множество масок, изображающих мифологических существ, животных, силы природы и других людей. За людоедство среди квакиутлов обычно принимают форму эндоканнибализма, а точнее это традиционный ритуал потребления частей тела мертвых, как способ опочтить их память. Члены племени также практиковали, но гораздо реже, ритуальное поедание частей тела своих поверженных врагов. Во время ритуала, как считали члены племени, они получали силу своего соперника. В любом случае это делалось не ради утоления голода. На этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайк, если это видео вам понравилось и оставляйте свои комментарии.